И, здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Андрюх Рейс, и добро пожаловать на видео по осетам Курса Компетензионе. Это будет, как можно сказать, моё мнение по поводу этой игры, это ни в коем случае не прохождение этой игры, я просто выскажу своё мнение по поводу этой игры, и, в принципе, ну, немного на фоне будут идти кадры моего геймплея во Франции на Макларене. Ну, допустим, решил так я сделать, но, как бы, это вообще сути не играет, покажу вам и геймплей днём, красивую картинку, у меня средние настройки графики, потому что, да, я могу позволить себе выше на 60 ППС, но я тогда только играть смогу в 60 ППС, а записывать будет, наверное, ППС в 40, и это как-то не очень классно, но даже на средних настройках игра выглядит достаточно классно, и это даже её первый плюс, но об этом немного попозже. Также ещё покажу ночь, как выглядит в этой игре, покажу, как тут ездит дисфар ночью, но это уже... Ладно, это другие моменты. А сейчас, наверное, начнём уже с первого плюса, и это, как я уже и говорил, это графика. Графика мне достаточно зашла, потому что она не выглядит прям слишком какой-то гипер-супер-мега-крутой, может быть, даже похуже немного, чем в F1, но мне этого достаточно. Это намного лучше, чем ваш iRacing, который стоит 3000 рублей, и там, где ты ещё докупаешь дополнительный контент за огромные бабки. Тут ты купил игру за 800 рублей, и то я её взял по скидке за 500, и игра сразу же выглядит себе и хорошо, и есть большинство машин BlankPen GT, по факту это игра, её можно назвать не оседокорсокомпетензионной, а BlankPen GT, там, не знаю, как-то так, потому что тут это всё основывается на BlankPen GT. Также ещё есть достаточно много трасс, ну, много трасс, которые хорошо детализированы. Их, ну, как сказать, много? 10 трасс? Ну, ладно. Короче, у нас есть вроде 10 трасс, я забыла уже, вроде 10 их, и они достаточно хорошо все проработаны, много трасс формульных, только вроде Mizano и Zolder тут не формуль... А, и BrandsHedge, да. Три трассы, которых нету в Формуле 1, но это так, я уже какие-то параллели с F1 пытаюсь провести, но это, наверное, не надо делать с этой игрой, потому что эта игра, она основана на кузовах, и физика тут проделана, мне кажется, очень-очень хорошо, и это второй плюс физика. Физика, мне кажется, может посоперничать с Air Racing, ну, по крайней мере, я играл в Air Racing 10 минут всего лишь, или, да, или и то меньше, и толком не успел полностью заценить плюсы Air Racing, но мне физика понравилась, и то я также в эту игру играл на стенде на 7 Racing Fest, на руле Direct Drive, и, как бы, там игра вообще классно ощущалась, а учитывая то, что у меня G27, где какой-то, мне кажется, дубовый и не очень-то и правильный форс-фидбэк, он очень, мне кажется, слабый, то я не полностью ощущал весь кайф игры, но всё равно было играть классно, я чувствовал машину, и мне нравилось, как она управляется, и это тоже достаточно классно. Также ещё, если возвращаться к каким-то машинам, то больше всего из всех машин мне понравился именно McLaren. Не знаю почему, я, наверное, просто о нём сейчас немного расскажу. McLaren мне понравился больше всего, потому что я пробовал, когда отключал и АБС, и ПБС, то McLaren меньше всего у меня, по крайней мере, сносило, и мне показалось, это самый стабильный автомобиль в этой игре, и всё-таки я пока что езжу на единичке АБС и единичке ПБС, может, скоро я от этого отойду, но всё равно McLaren мне реально очень понравился, но его недостаток это то, что он, мне кажется, медленный прямых, я не тестил все машины, но именно на прямых. Так-то я проехал на каждой машине по кругу, а на прямых именно в Монсе их не сравнивал. Но на прямых McLaren, мне кажется, проигрывает той же Феррари, ну, например, тому же Мерседесу вроде он проигрывает, но он отыгрывает, мне кажется, вот по самим ощущениям езды, по тому, как тебе кайфово ездить на этой машине, и у тебя не вызывает никакого отвращения езда на... Ну, вообще, в этой игре у тебя никакого отвращения нету. Нету такого, чтобы ты сидел, подсел в этой игре. Не, ну, если ты, конечно, хочешь стать гиперсимрейсером в этой игре, чего я, скорее всего, не сделаю, потому что, ну, у меня специализация формулы, я нормально только в формулу, по факту езжу. А все это курсы я купил для того, чтобы просто сейчас отвлечься и поиграть в что-то другое, и эта игра мне... Я реально зашла, и это, наверное, одна из лучших моих игр, в которые я играл, потому что мне она реально прям очень сильно зашла. И даже, мне кажется, F1-019, по моему мнению, мне она, кажется, проигрывает осито-корси, и осито-корси мне заставляет больше удовольствия от игры, а это для игр самое, конечно же, важное. Также еще можно отметить то, как тут проработана смена дня и ночи. Я пытался как-то поставить, типа, реальное... ну, реальное время, я бы так бы сказал. Потому что сейчас оно стоит на X-24 вроде, а я ставил на X-1, как и должно быть. И там все на каждой трассе было совсем по-другому, потому что какая трасса ближе к Кватру, я бы так сказала, это здесь проработано, как мне кажется, потому что я везде ставил на X-19.00 вроде, и замерял за сколько потемнеет. Ну, на некоторых трассах я вроде ставил 8 вечера, но это вообще не важно, потому что темнело на каждой трассе за разное количество времени, потому что на некоторых трассах там темнело прям... не помню на каких, но на некоторых темнело буквально минут за 5, а на некоторых темнело за полчаса. И это было достаточно прикольно, и это проработано достаточно классно, потому что в реальной жизни примерно точно так же. Потому что не бывает такого, чтобы у тебя на каждой трассе, то ли это, например, в Австралии, то ли это на Экваторе, где-то у тебя было бы одинаковое время смены дня и ночи. Это было бы не очень реалистично, но тут игра достаточно хорошо реализована и сделана, опять-таки, который я повторюсь, раз игра сделана достаточно реалистично. Также еще хотелось бы отметить то, что тут достаточно интересная система того, как ты себе зарабатываешь рейтинг. Ты ездишь с ботами, кстати, поработав потом про гонки с ботами, ты ездишь, например, с ботами, ты ездишь в одиночке, и ты зарабатываешь себе рейтинг контроля над машиной, допустим, тот же. Ты ездишь, и на каждый круг, если ты немного ошибаешься, тебе его могут либо даже убавить, либо не зачесть. А если ты проехал трассу идеально, не допустил никаких ошибок, то у тебя рейтинг повышается. И он мне пока что 81 вроде, это же кард-контроль, типа 81, скорее всего. Но его я могу спокойно поднять, мне кажется, 90+, это минимум. И я, особенно Макларен, чувствую очень прям классно, мне нравится эта машина. Также еще можно вернуться к тому, что я говорил про ботов, да, и идея в том, что я не смог тут заценить гонки с ботами, и потому что тупо у меня комп не вытянул это, у меня комп не вытянул гонки с ботами. Я просто запуская игру, перемещаюсь на стартовую решетку, мне инженер говорит, типа, гоу-гоу-гоу, и все, и на этом игра просто зависает и ни на что не отвечает. И приходится ее вечно крашить. И, короче, гонки с ботами у меня не работают, надо обновлять себе процессор, там, вообще, ПК весь надо обновлять, это вот выкидывать в мусорку, нафиг. Ну, кроме видеокарты, может быть, и 1060, все, как это еще. Походит, мне кажется, огонька 2, а потом ее тоже надо будет менять. Но вот так вообще игра даже от одиночной игры приносит тебе достаточно много кайфа, и ты не хочешь разочаровываться в том, что у тебя, ай, не идут гонки с ботами, все, возвращаю деньги. Нет, такого нету, я иду в одиночку и получаю кайф от езды, от вождения. Это тоже достаточно хороший плюс игры, то, что если у тебя слабый компьютер, то ты даже в одиночной игре сможешь получить кайф от этой игры и не захочешь, наверное, возвращать бабки. Также еще достаточно мне понравилось то, что очень много камер. Камер достаточно много, есть камера даже с шлема, мне понравилось, что без модов каких-то. Есть камера типа как гонщик видит реально, именно от глаз гонщика с шлема, типа видит даже низ шлема. И это достаточно прикольно и достаточно реально интересно погонять с того вида, с которого едет реальный пилот. Но, правда, там немного тебя может укачать, потому что там он во всех, блин, десяти осях, 150, блин, осях, крутит свою голову и это реально может укачать. А так, кроме этого, есть стандартная вот эта вот камера, с которой я сейчас уехал почти весь ролик. Есть камера, где не видно руля, где видна только приборная панель. Есть камера с капота, конечно же. Есть камера как бы с самого низа бампера, прям около асфальта может ее стоять. И есть, конечно же, для любителей игры от третьего лица, не знаю, какие-то параноики, если честно. Вот кто играет вообще с камерой от третьего лица? Вот напишите в комментарии, потому что я не понимаю, как можно играть, кроме Need for Speed. Need for Speed не берем в учет или какой-нибудь там грид. Там, ладно, третье лицо еще нормально. А так, не понимаю, как можно играть с третьего лица в симуляторы. Но, как бы, для любителей каких-то идиотов, это сделано достаточно нормально. Две камеры, это более дальние, более ближние. Может быть, те Need for Speedчики, которые зайдут в эту игру, им это понравится, и они не захотят возвращать опять-таки свои бабки. На этом, мне кажется, можно закончить с плюсами. Из минусов, не знаю, что можно выделить на самом деле. Но мне не понравилось то, что все-таки, да, я сказала, как-то это противоречит тем, что я сказала. Потому что я сказала, что пока что трассы есть, и их мало. Но, как бы, короче, я не знаю, как это описать, но для меня все-таки трасс маловато. Потому что хотелось бы иметь больше трасс, хотя, по идее, там все трассы в лангпена GT реального, но, мне кажется, маловато. И нету возможности для моддинга, прям никакой, ты не можешь поставить никакие моды. Это, эта игра себе не дает делать, потому что, ну, физически самих модов на эту игру мало. Так ты еще вроде их и поставить не можешь, и это прям реально печально. И мне кажется, это не очень-то и классно. Но, все-таки, еще питстопы. Питстопы достаточно классно проделаны, возвращаясь к плюсам. Прикольно проделаны питстопы, тебе надо заглушить двигатель, ты стоишь, тебя там поднимают, правда, забирают управление. Но ты можешь ехать сам, по крайней мере, под питволу, чего, по фастлейну именно. Чего нельзя сделать в реальной формуле. И это достаточно прикольно. На формуле это один из главных минусов. И, все-таки, наверное, на этом можно закончить данное видео. Это было чисто мое мнение по поводу этой игры. Игра мне в целом понравилась. Это одна из лучших игр, в которую я играл. И, надеюсь, если вы наберете нормальное количество лайков, не буду говорить сколько, и достаточно много просмотров. Может быть, будут еще выходить видео по этой игре, но так эта игра не сделана для того, чтобы в синглплеере ты просто катался и записывал видео. Это не для этого. Эта игра, мне кажется, больше нацелена на онлайн. И, все. На этом я буду прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok